доброе утро она сегодня просто потрясающе начался очередной день моего большого одиночного путешествия по кавказу на самодельном автодоме путешествие без каких-либо сроков и без обратной даты у меня с собой есть волшебный чемоданчик что же там внутри полароид из детства помните этот звук начинает заряжаться вспышка вот оно настоящее волшебство теперь ждем пока проявится за этот год я снял на полароид 4 фотографии и в кассете еще столько же осталось три дня постоял с включенным светом в салоне по вечерам говорит разрядился аккумулятор в баста вон не запускается здорово хорошо что этот момент я продумал у меня есть выключатель который жестко соединяет кемпинговые стартерный аккумуляторы друг с другом то есть часто его включаю и через какое-то время солнечные батареи его зарядят сейчас погода отлично светит солнце так что ток заряда будет большой зарядиться быстро собираемся потихоньку в дорогу на кавказ я зачем-то взял с собой очень не слабый такой объем воды в 90 литров это в дополнение к 140 литровому основному баку с водой который установлен в машине при этом за 12 дней пути я потратил чуть больше половины бака в общем не знаю зачем я это сделал но сейчас самое время перелить воду я купил вот такие вот бидончики с широким горлышком который очень удобно засовывать погружной насос пошел процесс ну вот отлично спасибо этому замечательному месту поедем дальше называется забыл завязать дверцы шкафов резиночками вот теперь порядок замечательная все-таки стоянка очень мне тут понравилось уверен что снова вернусь сюда в эту поездку на кавказе вода реально на каждом шагу бидончики прям очень удобные намного лучше чем складное ведро ну что воды полный бак полные баклажки можно отправляться в путь дальше начинается очень крутой спуск к реке малки и чтобы не крутить мотор иду на 2 пониженной передачи мне куда-то вон туда на ту дорогу сходил пешком на разведку эта дорожка ведет к третранслятору ну что как думаете проедет ли здесь веселая маршрутка достало время строить колеса а то у меня впереди четыре с половиной атмосферы а сзади наверно пять с половиной чтобы стравить четыре колеса одновременно вместе с манометром использую вот такие вот дефляторы арб при должной ловкости рук и быстро билет не вокруг машины потому что их надо снять очень вовремя буквально за полторы минуты стравился по кругу до двух с половиной атмосфер ну что вперед навстречу приключениям . с виду место кажется и но почему же тогда у спринтера глохнет мотор так почему тут не хочет ехать дорога нормальная глохнет просто на ровном месте да по ходу надо прошивать двигатель потому что электроника его просто душит смешная диагональ я не могу тронуться вот такие вот места Давай не глохни. Почти заехали. Такие вот места. Бусы мне нравятся прям больше всего. Тут еще проехать сложно. Почти. В каком я плохом месте заглох. Ну что, веселая маршрутка преподносит сюрпризы. Очень надеюсь, что дальше дорожка все же будет получше. Разъездов на дороге особо нет, поэтому прежде чем двигаться дальше, мне надо пропустить вон ту машину. Когда этот Соболь поравнялся со мной, я спросил у водителя про дальнейшую дорогу. Сказал, что, дружище, тебе сюда не вариант. Ладно, вперед. Освободилось окно, можно ехать. Ну, блин, третья машина. И как тут разъезжаться, я не знаю. На видео не очень заметно, но я стою боком на двух колесах. Здесь машина шантается. Решил, что есть разъезд. Патриот тот спешил, а мне торопиться некуда. У меня машина тяжелая. Вот таким вот дорожкам еду на холостых. На первой пониженной. Как он наклонился сейчас. Да, красивая дорожка. Интересная. Все здесь такие серьезные в тюнинге. И куда я лезу? На холостых он тут не хочет ехать. Как только диагональ, так сразу же все. Вот здесь еще сложное место. Теперь не хочет. Нифига. У меня тут ялазнатная. И почему же полноприводный автобус не хочет ехать в крутой подъем? Неужели потому, что два противоположных колеса у него повисли в воздухе? Стой, 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 стой. Не хватает момента. После нескольких неудачных попыток, я решил откатиться назад и попробовать слегка разогнаться, пройти препятствие ходом. Газ в пол, вообще обороты 900. Электроника прикусывает буксующие колеса тормозами и одновременно душит двигатель. В итоге обороты падают до холостых, мотор не тянет в гору тяжелую машину и просто глохнет. Но если ехать ходом, то система электронной имитации блокировок дифференциала срабатывает очень жестко. Тяжелые маршрутки и ее трансмиссии приходится весьма непросто. Ух ты, блин, е-мое. Теперь только главное не останавливаться. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Нет, блин, е-мое, почти заехал. В целом, единственная дорога на гору Сирх вся примерно вот такая. Крутой подъем, местами боковой уклон, на котором особенно весело ехать на высоком автомобиле. Промоенные ямы, куда проваливаются колеса. Обратите внимание на переднее левое колесо. Очень непросто лезть в подъем на тяжелом автодоме, когда одно или даже два колеса периодически висят в воздухе. Разъехались, ура. Теперь мне как-то нужен разгон. Как он так постоянно? А, я вешу опять в воздухе. Когда мощности двигателя достаточно, система электронной имитации блокировок работает эффективно. Хоть и с рывками, но машина уверенно движется вперед. Когда же ее недостаточно, мотор просто глохнет в самом неприятном месте, так как у меня механическая коробка передач, и между мотором и колесами имеется жесткая связь. Заехать сюда с гидравлическим автоматом было бы в разы проще. Кажется, что вот сейчас дорога ровная. На самом деле, на самом деле нет подъема крутой. Дорожка. В тех местах, где сомневаюсь, что проеду, я предпочитаю сперва отправиться на пешую разведку, чтобы прикинуть оптимальную траекторию движения. Когда путешествуешь одной машиной, это приходится делать постоянно. Вообще, изи проехал. Просто прыг, прыг и все. Вот это класс. Прям впритык маршруточку идет. Ой, 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 ой. О, какие-то виды открываться начинают бомбать. Смотрите, внизу где-то стадо пасется. Далеко-далеко. Серпантин. Давай маршруточкой. Не подведи. Ох, дорожка. Вообще не верю, что я еду здесь на спринтере. Ох, блин, не знаю, как лучше ехать. Пока меня острым или посыпнухи. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Обалдеть. Обалдеть. Вот, 2800 метров. Ура. Заехал. Маршруточка. Заехала. Рядом с ретранслятором. Ой, блин. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Отсюда я Эльбрус еще никогда не видел. Ну что, дорожку вы сами видите. В такие моменты, конечно, машине не хватает автоматической коробки с гидротрансформатором, который будет допускать пробуксовку между двигателем и колесами. Вот в таких подъемах это особенно важно, потому что приходится поджигать сцепление. А с места тронуться очень тяжело, особенно когда крутой подъем в гору. По моим ощущениям, все же немного подпалил сцепление бусу на подъеме, но когда остановился, ничем горелым не воняло. Так что очень надеюсь, что все обошлось. Нормально так на велосипеде сюда заезжать. Да. Подъем тут хороший. Тут вспомогатель есть. Электроассистент помощь. Ну все равно. Все равно крутить. Я еще внизу половину проехал, когда вы там начали. Я заехал сюда на спринтере, а Магомед заехал сюда на велосипеде. Так что, ребят, очень круто. Очень круто. Ребята приехали. Привет. Проезжали мимо парня на газели с туристами, спросили, что у меня с колесом. Почему оно промятое. А в нем давление 2,5 атмосфер. Просто бус вот такой вот достаточно тяжелый. Вот так проминается резина сзади. Это вопрос к тому, какое давление держать на асфальте. Наверное, я прямо здесь и останусь ночевать. Потому что лучшего вида на обе долины я просто не найду. Все-таки путешествие на полноприводном автодоме – это ни с чем не сравнимый кайф. Где припарковался, там у тебя теперь и домик. Ну и, как понимаете, интернет здесь тоже достаточно шустрый. Да, круть невероятная. Очень красивый Эльбрус. Так, а вот там вот я сегодня ночевал. Вот на обрыве. И вот такой отсюда открывается вид. О, вот этот вот вездеход пройдет везде. Вот там вот внизу поляна Эммануэля. В принципе, можно попробовать туда спуститься. Но не знаю, стоит или нет. Потому что отсюда, конечно, виды открываются бомбические. Это действительно самый крутой вид на Эльбрус, что я только видел в своей жизни. На перевале. Звездулькин. Чуть не покусал мужчину. Впервые в этих потрясающих местах. Одна дорога стоила того, чтобы достичь цели. Что бы там ни было, какой бы он ни был на самом деле целебным этот источник или нет. Но красота завораживающая. Всем рекомендую, не пожалеете. Всем здоровья, всем успехов. Спасибо, удачи тоже. Собаки, вы гулять хотите? Пойдем гулять, пойдем погуляем. Пойдем, дойдем до края. Ну как? Дух захватывает. Обалдеть, обалдеть. В общем, отсюда видно оба водопада. И Каракая, и Эмир. Расстояние можете себе представить. Очень далеко. Как красиво орел летит. Вот он, серпантин, ведущий на Джилысу. Час назад я по нему поднялся. Ущелье реки Малки. Только вид с другой стороны. Дорога к источникам Джилысу. Смотрите, сколько там машин. Сколько их вообще, и все внизу. А здесь никого нет. Вот вам вид сверху на долину замков. Никогда ее такой не видел. Ну а прямо вдалеке, сама поляна Эммануэля. Там находится серебряный источник. Вон видны турбазы вдалеке. Вот в таком вот месте у меня сегодня лагерь. Конечно, рядом генератор мегафоновский тарахтит. Зато интернет летает. И вид, где еще увидишь Эльбрус в таком великолепии. Эльбрус в таком великолепии. Эльбрус в таком великолепии. Продолжение следует... Продолжение следует...